Девушки отдыхают Прогноз синоптиков минус 20-25 градусов. Так что одевайтесь теплее. Под верхней одеждой костюм должен быть по-настоящему праздничным. Символ грядущего года. Деревянный дракон любит роскошь, яркие краски и качественные ткани. Женщинам лучше надеть в праздничную ночь элегантные платья. Дракон предпочитает яркие цвета, красный и зеленый. Дракон – любитель ярких цветов, качественных тканей и блестящих аксессуаров. Из общих рекомендаций следует выделить красный и зеленый цвета, а из тканей – атлас, шелк, парчу или натуральные материалы. Например, лен, шерсть и хлопок. Женщинам можно обратить внимание на облегающие платья в пол, дополненные массивными золотыми аксессуарами. В отношении цвета лучше отдать предпочтение алым и зеленым оттенкам. Пастельные варианты придется исключить. Дракон – это доброе существо. Он как бы за нас, он нас защищает. Получается, что в следующем году дракон, значит, будет нас защищать вместе с китайцами. Мы с китайцами начали дружить. Вас, друзья, он будет защищать. Ну, видимо, гражданская война в Америке. Вот так вот. Я так по логике-то получается. На крыльях дракона. Ну да, дракон, значит, их там должен немножко... А это дело хорошее для всего мира, потому что... Мы никому не желаем войны, даже американцы. Никому не желаем. Нет, ну мы желаем. Мы понимаем, что если что-то начнется по-настоящему в Америке, гражданская война на Украине закончится через неделю. Зеленские за лужным прибегут, ОВИН на перегонки. Они, значит, ну, не прямо к нам, значит, повоят своих снайперов и отстреляют, да? Значит, а это самое. Ну, к посредникам, так, немедленно давайте все заканчиваем и так далее. Потому что режим это, конечно, типичная такая хунта, надо прямо сказать. Колониальная такая. И поэтому мы желаем, конечно, нам, чтобы наступил мир в этом году. И жителям Украины, чтобы, наконец, они избавились от этой колониальной хунты, которую им американцы-то навязали. Товарищи, помните на Украине, вы русские! Украинец — это русские, живущие на Украине. Вот посмотрите, почитайте древние летописи, там все это есть. Наши ребята, которые там сидят где-нибудь в Запорожье, в районе Работино, или там в районе Мартинги, Авдеевки, они меняют этот мир. От того, что как они воюют, зависит то, как будут жить в Бразилии, во Франции, в Китае, везде. Мы — великая Россия. Мы меняем сейчас этот мир. Надеемся к лучшему и надеемся успешно. Надеемся, что это и будет главный смысл 2024 года. Я думаю, что те бойцы, которые сейчас защищают нас с вами, защищают нашу страну, отчизну и совершают ежедневный подвиг, едва ли думают о том, что там что-то там в Бразилии поменяется. И мы с вами об этом так-то только рассуждаем.